всем привет сегодня посмотрим на очередной ресурс для обучения программированию ну насколько так по ним насколько я понимаю это у нас чек ой о . орг но ссылка на это будет в описании я еще не пробовал еще не пробовал но вот я увидел есть русский язык но тут ничего не видно игры по программированию для новичков где вы можете улучшить свои навыки кодирования через веселые задачи и упражнение используя python или питон и я вас крипт или java script кому как удобно короче корню короче вот есть партнеры партнеры и так понимаю спонсоры или партнеры эту всю ерунду я читать не буду давайте попробуем попробуем но как вы заметили я то есть это не обзор так как правильно играть и все такое нет это вот я со старта с нуля пробую пробую разобраться в первом примеру уроки до руководстве пробую как она чё и в конце скажу ну как по мне интересный ресурс или неинтересный то есть на мой взгляд было достаточно интересных ресурсов ну вот один из таких очень ярких интересных да это кодингеем там все красивенько анимация есть и все такое вот ну посмотрим что тут есть короче я наверно выберу java скрипт так логину логин это подтянулась гугловская почта так коннектинах раз наверное надо разрешить наверно потому что наверно так велкам хом мой первый остров хорошо да иди ты я понял надо отсюда сюда у меня первый уровень первый уровень и чё тут есть какие-то настройки или как или чё а если себя класса о сеттингс есть а давайте а тут много языков давайте выберем русский русский api даже какой-то api есть ничего себе ничего себе так ладно миссии а как мне вернуться на карту оу 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 вести и картиночки ну да ладно короче я так понимаю вот это все остров а тут немало островов а тут элементарь есть элемент ну не не короче надо что не одни нет я хочу сам скажи хай начнем с самого начала хом так хом вот есть такие задачки их немного про simple 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 смотрите-ка а было еще элементаре а давайте элементаре классным скажи привет ну тут уже помню побольше задачек ладно начнем с с хом с дома да но помню нет элемент в белком белком это да давайте попробуем решить эту задачку клацнули и что о о круто смотрите а неплохо вроде оформлена вроде неплохо оформлено вроде неплохо оформлена короче задача дан не пустой массив целых чисел x в этой задачи вам нужно вернуть массив состоящий только из не уникальных элементов данного массива для этого необходимо удалить все уникальные элементы которые присутствуют данном массиве только один раз для решения этой задачи не меняйте оригинальный порядок элементов например 1 2 3 1 3 где 1 и 3 1 и 3 не уникальные элементы и результат будет 1313 ну а удалить надо какие а все у меня я понял все которые один раз встретились надо поудалять я понял наш двоечку надо удалить хорошо а вот к примеру 1 2 3 4 все надо удалить где одни пятерки то понятно предусловие длина массива больше нуля меньше тысячи длина массива а вот данных там там ну и и интовый числа целый целые числа да хорошо так соул it и решить это используя python да я даже не знаю как ее решать если честно java скриптом я особо то ну когда скрипс делал то там что-то знакомился вот как манипулировать с этими данными даже не знаю даже не знаю но я думаю поможет мне справка даже не знаю как манипулировать но по хорошему как тут надо идти по массиву соответственно вносить в другом в дерево например какое-то множество эти данные а дальше получается работает бинарный поиск и мы смотрим если в дереве это значение если есть то значит значит что значит его оставлять а если в дереве нету то то наверное удалять ладно короче на давайте попробуем так как нам с массивом работает как с массивом работать я не помню наверное for давайте for сделаю а как а как for data не давайте я тут классно попробую лет а вот-вот как бегать по массиву все лет лет объявляем временный какую-то переменную ну возьмем как там и там дальше of там написано of лет и там of дата так так дата дальше 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 нам надо тут получается получается подожди-ка вот const new result они короче надо еще функции написать окей ладно функцию функцию функцион дальше из юник array так типы тут объявлять не надо я так поймаю она по определить само то здесь жесткой типизации нет ну нет так нет варвар короче это все скопирую еще и будут переписывать кого я обманываю и сейчас посмотрим посмотрим что это за функция так тип не указывается возвращаемый тип не указывается и вот здесь он определяется по ходу на этапе выполнения хорошо хорошо дальше что у нас здесь у нас здесь просто мы смотрим короче здесь решение просто в лоб самое простое мы на вход получаем некий массив и получаем какой-то элемент соответственно мы пробегаемся по всему массиву и сравниваем элемент массива с нужным нам элементом ну сознать а чё тут три равно кстати интересно ну блин не знаю а чё не 2 равно наверное есть какие-то различия между 2 равно и 3 равно короче сравниваем и если хоть один такой элемент мы встретили то 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 все возвращаем фолус return фолус да короче здесь решение простое массив массиве проверяем если еще хоть один такой элемент если он есть знаешь все он не уникален понятное дело на дальше теперь нам надо вот здесь в этой функции о смотрите-ка что-то типа лямбда второе решение это использовать типа лямбда выражения но такие типа локальные функции да что у нас здесь есть массив фильтр а и вот в фильтр мы мы фильтруем по определенному значению это значение следующее если а больше равно а то и не не вот вот ее сравнение если а равно элементу то я так понимаю фильтр возвращать некий контейнер в этот контейнер он складывает элементы по вот такому признаку то есть если а равен l а это единица контейнера то есть грубо говоря заменяет нам вот весь вот этот цикл он потом я так понимаю разворачивается так вот здесь походу 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 вот пробегается по всему массиву и с каждым разом новый элемент массива ну точнее очередной сравнивается с нашим элементом если они равны то складывается в какой-то контейнер в какой я не знаю надо считать справку по java скрипту но фишка в том что фильтр фильтр да вот у нас есть функция то есть к я так понимаю к каким-то контейнером java скрипте можно применять такую функцию фильтр в которой можно указать небольшой лямбда выражение то есть но какое-то условие соответственно на выходе вот здесь должен быть некий другой контейнер и вот мы смотрим длина этого контейнера один или нет то есть данном случае если один то возвращается true если же 0 2 3 4 то false так так ну да это решение покороче ну покороче да и покороче мы будем делать вот так вот скопируем и вставим и выполним нашу задачу вот так теперь теперь мы чем эту делаем мы тут делаем бегаем пробегаемся по нашему по нашим данным и у каждого элемента смотрим уникальный он или не уникальный а да вот мы передаем этот массив в данном случае вот и передаем каждый раз какой-то элемент примеру единичку и дальше это единичка сравнивается со всеми и так дальше и заполняем ну новый массив да но новый контейнер короче запускаем так и чё завершили кодирование клик чек ну давайте чек чек я так понимаю сейчас пройдутся какие-то тесты так у меня хоть запись тут идет идет на какие-то тесты тесты так есть восемь тестов task решен task решен типа я крутой парень ну конечно же я все скопировал и вставил не но судя по этому до работать с контейнерами тут действительно очень легко и просто единственное что меня всегда смущало в жало скрипте это то что нету жесткой типизации соответственно нестабильность работы может быть очень больше высокой да когда много программистов то есть один один тип передает другой другой контейнер ну вот так вот решают два программиста где-то работает над одной и той же задачей над одним и тем же кодом соответственно вот там то и вылазят косяки и проблемы так ладно чё делать задачу не решил давайте перейдем ухты использовать локальный редактор но это кликать не буду на попробуйте сами давайте перейдем конгром круглогию ну типа поздравления меня поздравили о эту задачку я решил эту задачку я решил круто круто что тут давайте еще раз на карту посмотрим и думаю можно принципе принципе подвязывать с этим обзором но что я могу сказать вроде бы вроде бы интересно на самом то деле если бы я начинал изучать программирование то что тут привлекательно но как бы здесь до картиночки нарисовано задачки есть и здесь привлекательно то что для тех кто не хочет разбираться в английском не хочет читать не хочет там это то здесь переведены я не знаю все задачи или нет но ну давайте вот эту классную решать я не буду уже чтобы не тратить время но посмотрим если перевод есть есть все есть то здесь есть переводы задачек круто ну 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 короче в целом в целом ресурс неплохой поэтому если вы хотите изучить ну начать изучать на такие языки программирования как чё это такое notification как java script или java script или python или python потому что кто-то где-то когда-то писал там надо правильно вот так вот говорить я не знаю как правильно я говорю как говорю вот так вот если вы хотите изучить эти два языка потому что здесь можно задачу решить смотрите я решал на java script а вот здесь где-то было решить это используя питон питон вот так вот питон питон python на русском на русский же переключись вот 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 а чё решить как гость что-то я не понял наверное для python надо мне завести другой блин синтакси совсем другой смотрите к но что я там успел увидеть так это то что типы указываются хотя я не знаю наверное можно и не указывать так что такое что такое не понял а чё я как гость вы чё а фонарели скорее всего из-за того что я перешел и ну решил выбрать python для решения задачи вот а тут совсем другой домен походу вот решил python выбрать и меня как гостя так да все тот же ну теперь точно все короче всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока это и Продолжение следует...